Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Павлов Олег. Я являюсь педагогом частной школы учеников начальных классов. Мой проект — это TikTok-школа. Что это такое? Это, значит, урок, это методика на базе платформы TikTok. Как это у нас получилось? Приблизительно в октябре 2021 года я решил запустить с детьми на уроки пробный урок в стиле TikTok. Мы сняли видео, и оно сразу же зашло на много миллионов. Мы решили не отставать и идти дальше. Мы снимали видео современной яролаж, где мы отыгрывали разные сценки, пытались интегрировать какую-то образовательную составляющую. И вот по сей день мы записываем наши вот эти вот скетчи. Какие проблемы я увидел? Почему вообще я начал записывать? Потому что мне кажется, что, не знаю, как на остальных, но на творческих уроках мы все еще учим по старым технологиям. Что касается детей, то им скучно было и сейчас. Что касается родителей, то родители не видят обучение детьми современным навыкам. Что касается школ, то им нужно чем-то похвастаться, им нужна какая-то отчетность какая-то современная. Ну и вообще повышать престиж. Что мы сделали? Конкретно я. Я выдвинул несколько гипотез. Одна из них, что TikTok не только место, где выкладывается какой-то различный материал, но и средства обучения разным навыкам, таким как soft skills, hard skills. И уже с первого и второго класса мы можем обучать вот этим навыкам уже достаточно плотно в процессе съемки какого-то контента. Но уроки мы начинаем с изучения… не с изучения фундаментальных навыков. У нас есть задачи, идеи мы снимаем, время короткое, результат уже в конце урока, количество просмотров уже к вечеру. После одного-двух занятий дети осваивают навыки, множество навыков, они становятся раскрепощенней. И с каждым днем все лучше и лучше откликается вообще на все это. Что у нас есть? У нас есть прототип, у нас есть уже TikTok-канал вот этот вот детский, который насчитывает 176 тысяч подписчиков. Это в основном практически дети. Они просматривают регулярно, они, значит, лайкают детей, они общаются с нами. Помимо нашего канала мы создаем качественный контент для руководства нашей школы частной. Мы обучаем заинтересованных педагогов и школы другие. Вот на площадке Я-класса мы уже несколько раз проводили наши лекции. Родители как бы заинтересовались, они позволяют детям обучаться через вот такую вот систему, через TikTok, учиться каким-то навыком и сниматься им, потому что им нравится, что дети заинтересованы, дети бегут на урок, и дети учатся чему-то новому. Что мы пробовали? Значит, мы опробировали и опробируем сейчас TikTok-платформу в качестве образовательного инструмента для детей с первого по одиннадцатого класса. Мы сейчас, в данный момент я провожу вторую смену TikTok-лагеря у себя в школе, в частной школе в Москве. У нас порядка 70 детей тут на смене. Значит, TikTok-аккаунт, который сейчас вот работает очень хорошо, набирает каждый день большие обороты. Дети регулярно снимаются, дети меняются, сценарии создают, осваивают новые навыки. На чем заработать? Тут я увидел три варианта. Это переход сериала с TikTok-платформы на YouTube. TikTok-школа как платное обучение современным навыкам. Это конкретные школы и лекции для образовательных каких-то, значит, мест, школ и не только. Если мы говорим о масштабировании, то, как я уже сказал, это переход платформы из TikTok на YouTube и дальше уже, значит, увеличение количества подписчиков и обратной связи. Создание сети TikTok-школы и социальная составляющая, обучение именно тех детей, которые не могут, значит, пользоваться, не знают технологию, хотят чего-то добиться, талантливые дети, но за пределами, где-то в глубинках. Мне кажется, это очень важно, бесплатное обучение. Вот, команда. Олег, время. Все, да? Понял. Так, переходим к ответу на вопросы. Главный результат проекта в цифрах. Вот, если он взлетит и все пойдет как надо, то что? Как измерить? Количество подписчиков или еще что-нибудь? Ну, вообще сейчас у нас, да, это количество подписчиков, которое стремительно растет. Мы на этом не зарабатываем. Вот первый заработок начинается сейчас, и то пока у меня на школу, это вот лагеря. Мы делаем лагеря, они достаточно высокооплачиваемые. Поэтому авторская программа, и вот пока только мы начинаем раскручиваться, это вот прототип. Мы сейчас вот в таком формате, и я пока не могу еще его никак монетизировать. Олег, вопрос. Проект интересный. Как ваш проект учитывает закон о привлечении детей до 14 лет в соцсети? Вы знаете, у меня, не знаю, у меня, во-первых, тут несколько ситуаций. Тикток сам, он выстроил под нас каким-то образом алгоритм, где дети первого, второго, третьего класса со мной, со взрослым снимаются. Я, естественно, в кадре, но видно мою руку и голос. Все. То есть постоянно есть голос взрослого. Я учитель, а не дети. Ну вот. А в плане закона у меня очень лояльное руководство школы, родители. Поэтому у нас школа как бы со своими немножко, наверное, правилами все-таки. Опишите проект через три года. Где вы его видите и каким? Через три года я вижу это полноценный, скорее всего, уже YouTube какой-то проект, сериал. Если мы берем этот продукт, если мы сотрудничаем с какими-то организациями образовательных площадок, к примеру, такими как Я-классы, это образовательный проект уже, участие, значит, проведение каких-то лекций, уроков именно в школах и разных образовательных учреждениях и, возможно, с какими-то корпорациями. Олег, если говорить про образовательную составляющую, то кто является педагогами, какое содержание и участвуют ли какие-либо профессионалы с точки зрения съемок, монтажа и всего чего происходит? Да-да-да, значит, в нашей системе, в нашей методике участвуют как минимум сценаристы, театральные деятели, хореографы. То есть мы сейчас опробовали очередной раз в лагере вот эту вот модель. Они проходят через специально, дети проходят через специальную вертушку творческую, обучаются, в конце они снимают какой-то контент, материал. До этого я это все делал один, как бы это тоже было очень занимательно, но сейчас мы расширяемся, и вот как минимум пять специалистов работают с детьми на данном, на определенном этапе, и в этот же день они делают уже результат, какой-то ролик. В чем нужен сейчас Росатом, какая именно поддержка нужна? И вот сейчас, и, соответственно, в перспективе? Ну, наверное, как и у всех информационная, наверное, если мы расширяемся, то это финансовая поддержка. Ну и, не знаю. Окей, все, время вышло, Олег. Соответственно, если есть ряд вопросов, которые вы видите в чате, то на них отвечайте. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.